народ всем большой привет и мы с вами в автосалоне инфинити штат флорид город наиплс и здесь мы с вами посмотрим новинку этого года очень ожидаемый так понимаю многими это x55 короче говоря машина которая пришла на смену так всеми горячо любимину любимого fx ладно вы находитесь на моем канале и раз вы находит значит вы любите тачки на этом канале ничего не продается ничего никаких услуг не предлагается просто показываю на обывальцевском уровне машины цены и общем крутим крутилки смотрим машинки смотрим на цены естественно обязательно ценами узнаете о ценах с этого канала о том сколько стоит автомобилей в америке и так ладно ближе к делу слушайте шикарный салон смотрите какие здесь стоят красотки представляете вот такие вот инфинити ну просто для интереса вам покажу как они выглядели когда-то давно прикольно здорово вот ну а мы с вами сейчас посмотрим на нет еще пока не появились говорят что в октябре появятся новые quick 60 а пока мы с вами смотрим на 55 который пришла на смену fx вот такой вот у нее экстерьер очень красивая морда в принципе как как и до этого но что-то в ней стало более массивного более благородного за счет уже вот более громоздко что ли решетки и огромного просто логотипа то есть вот посмотрите даже на qx 80 не так смотрится массивно как смотрится вот здесь вот ну дизайнеры постарались расскажу об этой версии прям уже по самому лейблу что и как но машина внешне выглядит вот вот таким вот образом вот такая вот у нее интересная оптика который сейчас то очень модный лет состоял ее называю туманочки стоят при этом я на этой версии не вижу камеры переднего вида шикарные диски стоит причастован резина не вижу какая правда размер на сейчас он так сразу не скажу но я сейчас еще посмотрю стоят смотрите пороге ну наконец-то сделаны антиграин и покрытие видите идет ниже и в общем так она сможет конечно намного лучше вообще мне по виду напоминает чем-то даже вот здесь вот вид какой-то не знаю 6 что ли в молодости реально красиво смотрится очень машина эта машина имеет полный привод кстати выхлоп не псевдо а нормальный в отличие от того же самого volkswagen вообще сейчас мода пошла здесь по всей видимости видите а нет вот так вот скрыта камера заднего вида внутри я думаю что она открывается нет она просто скрывается там внутри ну в общем и целом мне кажется машина смотрит очень смотрится очень гармонично и очень красиво я еще потом при выходе покажу черную версию если не темнеет раньше короче как вам авто внешне ну и давайте мы с вами конечно же пересядем вовнутрь сушки спором вот этот вот спойлер черный здорово смотрится вот вам типа что можно индивидуализировать вот так вот да не особо что так бесключевой доступ естественно это стало неотъемлемой частью пороги инфинити но тут тоже принципе все вообще не видите всегда отличалась конечно же богатым убранством вот наряду в принципе со многими альтернативами базе музыка стоит притом перформанс series какая-то здесь в общем я так понимаю жирная достаточная комплектация кнопки классические ничего не изменилось они в принципе ниссановский здесь я не могу сказать что что-то особенное вот так короче говоря смотрится у нас двери то же самое с этой стороны вот это конкретно комплектация имеет видите комбинированный салон с какими-то красными такими бордовыми вставками но и кажется на экране не смотрится более ярко в жизни не так броско но тем не менее так здесь у нас панель мягкая кожа все прошито смотрится как всегда а вот здесь вот по-прежнему все тот же экранчик ниссановский и внимание классические приборы до добавилось вот это вот окошко но тем не менее прибора остались в принципе в том же классическом варианте в котором они всегда и были да вот здесь появилась дополнительно то же самое как и посмотреть у меня есть обзор nissan armada в общем я показывал у них сейчас одна и та же тенденция добавили два экрана то есть тут видимо будет тач управление но выглядит это в принципе такое ощущение что в старую версию добавили просто дополнительно ipad по сути наверное все руль что у нас есть на руле с вами у нас есть с вами стандартное управление голосом в общем управление вот этим всеми вот этими вот данными здесь также управление медиа системой с этой стороны у нас круиз-контроль и он естественно активный и вот это вот nissan safety она называется система вообще очень полезная штука очень клевая здесь мы с вами видим система оповещения видимо препятствия открытия багажник электрическом маленькой такая кнопочка огромные кнопки регулировки интенсивности свечения автосвет то есть ну в принципе все все вполне себе стандартно даже сами переключатели но вот добавилась такая вот алюминиевая вставочка по сути они остались ровно теми же у меня был во владении nissan patrol и для меня здесь вот прямо все то же самое практически осталось руль прикольный по дизайну тактильный такой очень приятный но в целом ничего особенного вот эта прикольная фишка вот сюда вот загорается датчики мертвых зон и это nissan of sky старая фишка который действительно реально удобно и здесь смотрите еще есть проекция на лобовое стекло так здесь у нас с вами бардачок машину недавно только снимали с автовоза поэтому про уши на осталось а вот коробка передача точнее сказать рычаг коробки передач он совершенно такой как бы смотрите как джойстик совершенно необычный узнаете очень хорошо эргономично под руку то есть прям так вот как надо и кнопочка и все кнопка пуск старт-стоп engine здесь находятся режимы видимо движения электрические это что нет я пока не понимаю что вот это вот за кнопка потому что ручник здесь авто холл здесь а что такое п возможно что может быть авто парковка автоматическая когда вы включаете ну наверное сейчас я постараюсь посмотреть что еще значит здесь у нас с вами управление вот этой вот всей системой камеры ну и это тоже с принципе такая стандартная штука которая когда управление то есть можно голосовое управление вызвать возвращением не то есть управление вот этой вот системой ну то есть по сути все плафон по моему не изменился ни насколько никак ничего особенного в нем не вижу зеркало с функцией запоминания дистанционного открытия поворот ну и как бы все то есть ну на самом деле я скажу так что поразительных таких сказать что два у меня просто взорвался мозг это другой автомобиль наряду с его задницей и красивым передом я пока не могу сказать ну так вот на своем посмотрим электро электрические сидения но с электроприводом я даже честно говоря а нет есть вентиляция сидений мы видим вот здесь вот есть притом при всем что смотрите как интересные кнопки расположены слева и справа здесь разные то есть вот часть вот здесь часть вот здесь и только внизу они для подогрева вентиляции сидений повторяются но здесь в общем то все экран меню домой и управление климатом притом при все что они все-таки кнопки то есть не по прикосновению все таки это кнопка них нужно нажать не кризис но все равно мне кажется технологии уже это потоп на в том же самом пульс вагине мы с вами смотрели так есть мы с вами пересаживаемся назад и а банца сзади ребята место вагон в принципе вот сейчас у меня сидений даже додвинута я всегда говорю что вам не почти 100 килограмм и метр семьдесят восемь и в принципе я себя чувствую очень комфортно для задних пассажиров к сожалению здесь нет кроме дефлекторов ничего то есть круиза нет остальное зарядочка а нет простите есть чё говорю круизы климат-контроля вот здесь вот он есть на вот таком вот видите варианте прямо совсем так уместили при этом здесь достаточно высокая вот это вот часть ну и она конечно съедает вот этот третий пассажир он конечно будет испытывать не очень комфортное чувство чувство комфорта ему не грозит при том при всем что ну давайте я попробую прям все сюда третьим вот так вот и нет только если ты наказан своими друзьями посередине то есть все-таки автомобиль в большей части прям такой четырех полноценный местный люк просто люк то есть нет у него панорамной крыши люк обыкновенного размера даже не расширенный эти вот задние дверные панели принципе они по дизайну выглядят так же они как в джеймсе юкон где для передних пассажиров они сделаны покрасивее чем для задних так и что же мы с вами здесь как мы с вами можем открыть багажник сейчас я посмотрю вот так вот мы с вами наверно можем открыть багажник если он откроется ну нет не тут то бена багажник не открывается и я в него к сожалению заглянуть вот так вот не могу но давайте посмотрим на технические данные автомобиля что да как и так это у нас с вами как вы видите infiniti qx 55 сенсоре полный привод данный автомобиль имеет двухлитровый компрессор turbo engine 268 мощных сил и принципе все инфинити интеллижент а у ю то есть но это вот система полного привода 20 дюймовые диски и ран флэт стоит на нем при том при всем что я не вижу не указано какая коробка трансмиссия возможно что что вы может быть найдете короче говоря понятно что все все скажем так все скажем так то что я вам рассказывал но в описании присутствует но кому надо переведите ничего и здесь такого и смотрите расход этого автомобиля при всего-то двухлитровом движке до 268 ушли но расход у него 25 миль на галлон что в принципе достаточно много для супер современного автомобиля 4 литра 4 галлона простите на 100 миллион тратит в смешанном режиме много честно признаться и самая главная цена цена рекомендованной 57 а цена которую предлагаете чат дилер 59 900 то есть фактически 60 тысяч долларов за вот этот автомобиль который на мой взгляд ну скажем так если и отображает внешне абсолютно новый дизайн вот с этой задницей то внутри он в принципе мне кажется такой же вот кстати стоит еще кое-60 нет это не новое это в принципе ну понятно что свежий но увидите то же самое самый новый который абсолютно новый он говорят что его ждут в октябре в общем пока что я могу сказать так что мне нравится внешность этого автомобиля особенно ведь сзади но вот вот той крутизны которые мы чувствовали покупая себе fx мы конечно сейчас не можем сказать что она вот осталась и что я себя буду чувствовать ним также все равно он потерял вот это вот такую знаете брутальность сейчас это все-таки что-то такое ну не особо мне прям не особо меня впечатляющее вот возможно в белом цвете он будет смотреться по-другому ну так вот это вот стоит рядом кстати по моему куик 60 на куик 60 в старом исполнении ну вот как видите вот этот вот экранчик и у него добавилось теперь вместо вот этой вот большой шайбы добавился экранчик да вот в принципе шило нам его так то теперь будете на кнопочки давить еще так а вот эту версию которую я вам пока вот вообще что такое это не куик 60 ни разу я наверное ошибся да и такой x50 x50 от 55 отличается честно говоря только размером задницы а так в целом ну салончик здесь конечно свежий красивый побольше смотрится поинтересней но по сути все то же самое даже те же самые приборы обратите внимание ну давайте я вам цену покажу цена двадцать первый год x50 она здесь на новый автомобиль 53 то есть это го куикс 50 который на мой взгляд смотрится побольше стоит стоит дешевле дань 53 тысячи до что скажете вы надеюсь вам внешне так вот с экрана и 60 тысяч лучше видно при том при всем что смотрите диски здесь тоже здесь еще и панорамная крыша и вот такой вот комби салон то есть принципе и мне кажется и опции ты здесь будет немножечко побольше ну по крайней мере уже если говорить об одной только крыши например на камера камеру я не вижу здесь тоже в общем ребят вам судить я моё дело вам показать без прикрас как есть обывательский обзор вот так своими глазами покрутить ручки потрогать фары попинать по колесикам короче вы имеете право об этом знать я вам все показал спасибо большое что смотрели спасибо огромное что на канале смотрим дальше автомобили цены и обсуждаем пока пока увидимся